Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые наши товарищи! Сегодня мы начинаем уроки, в которых будем рассказывать вам о том, как жили раньше наши предки. И как у них появился тот язык, на котором мы сейчас говорим, поём и на котором мы все с вами думаем. Нас часто спрашивают – Что такое Ясно? И нас часто спрашивают – Откуда Ясно взялась? Откуда появилась? Если коротко, то скажу так. Ясно есть древнее славянское учение о мире и о жизни на Земле. Да и не только на Земле. В настоящий момент, так получается, можно сказать, что Ясно является русским национальным учением. Сейчас у нас, в нашей стране, распространены чужие и чуждые нам учения. Все эти учения созданы не нашими предками и не для нас. Не для нас. Обратите на это своё внимание, дорогие друзья. Ведь мы уже лет тридцать во всё это с усердием вникаем, всё это горячо принимаем, поддерживаем и стараемся включить всё это в свой духовный мир, в мир своей души и во все свои понимания. И слава Богу, пока всё в общем и целом безуспешно. В целом стоит русский язык. Главное, не даём мы впустить в наш язык, чужие и чуждые нам нравственные категории. И не даём укорениться в нём воззрением и понятиям, основанным на чужих нравственных устоях. Это в общем. Но всё-таки… Язык наш сейчас сильно попортился. Болеет. Есть много людей, которые постоянно его портят и портят. Вносят в него всё новые и новые нерусские слова. Слова-вирусы. Неоправданно заменяют наши слова словами иностранными, словами неуклюжими и горькими. Но есть много людей, которым это очень и очень не нравится. И таких людей всё больше и больше с каждым днём. Недовольство таким положением с нашим языком нарастает. Кругом всё больше людей, которые болеют за наш язык. Многие люди болезнь нашего языка воспринимают, как свою собственную боль. Душа болит на это всё смотреть, всё это слышать. И нам не нравится такое положение дел. Поэтому мы создали Русскую Школу Русского Языка. Науку, как систему знаний, как всю совокупность способов добывания знаний о мире, как все способы фиксации знаний и их систематизацию, создали в Германии. То есть, науку создали в протестантской стране. В стране неправославной. Обратите внимание, дорогие друзья, и на это обстоятельство тоже. Мы уважаем науку. Её невозможно не уважать. Кругом всё у нас наука. И язык наш тоже есть наука. Всё и всякое изучение нашего родного русского языка есть наука. В школе, в ВУЗах, в специальных учреждениях. Но… Вот так мы создали Русскую Школу Русского Языка. И мы говорим… Немецкая Школа Русского Языка называется Наука. А Русская Школа Русского Языка называется Ясно. В науке человека нужно учить, научить и выучить. Ему нужно что-то изучать. А в Ясне человеку нужно что-то прояснить, уяснить и выяснить. В Ясне нужно составлять Ясну. В Ясне нужно обязательно понимать смысл слов, которыми ты пользуешься при изучении всего и вся. Обязательно. Многие люди частенько думают, что для того, чтобы выглядеть знающими, умными людьми, нужно говорить заумно. Нужно сыпать и сыпать словами, терминами. Нужно говорить длиннющими-предлиннющими предложениями. И нужно постоянно пересыпать свою речь иностранными, не всем известными словами. И можно самому даже их не очень понимать. Тогда как как раз наоборот. Говорить нужно ясно, по возможности коротко и понятно. В настоящее Знании есть простота и ясность. Мысль Рыба живёт только в чистой воде. А мысль крепкая и слаженная Рак живёт только в воде очень чистой. Само слово Ясно есть слово, которым называется Просвет в облаках. Да, Просвет в облаках по-русски называется ещё Голубь. И ему соответствует женское имя Анастасия. Об этом мы уже с вами говорили. Слова Ясный, Ясно, Прояснение и Ясно происходят от той же основы, от которой происходят слова Настеж, Ненастье, Анастасия и Створ, но читанные в другую сторону. Небесное Ясно проливает свет на землю, даёт нам что-то разглядеть глазами, а Ясно Душевное проливает свет на устройство нашей жизни. Она даёт нам разглядеть чем-то Божественным, что-то Божественное. Ясно даёт нам Жить. Вот так. А теперь по делу. В далёкой, самой-самой изначальной древности, люди жили преимущественно на берегах рек. Причём, они жили преимущественно на их низких берегах. На низком берегу реки жить было куда удобнее, чем на берегу Высоком. На низком берегу и вода близко, и рыба здесь, и охота. Ведь все животные на водопой идут к реке. И именно к низкому её берегу. Всем для жизни нужна вода. Всякая живность, рано или поздно, здесь окажется, нужно только подождать. На одних животных человек охотился сам, а другие животные, не без того, охотились и на самого человека. Человек когда-то был слаб. Очень слаб. Ни доброй пасти у него, ни острых клыков, ни когтей, ни яда, ни защитной чешуи. Ничего. Но! У него были пальцы. Очень подвижные, длинные и умелые пальцы. Десять штук. И это то, чего больше нет ни у кого. Разве только у обезьян. Но им, так распорядила сама природа, понадобились длинные пальцы для того, чтобы лазать по деревьям. Природа им пальцы и повытянула, а то без них на ветке ну никак не удержаться. Когда это было? Но речь сегодня не о том. Не об обезьянах. Речь о том, что человек был телом тяжёлым. И не таким уж подвижным, чтобы с лёгкостью скакать по деревьям. Зато у него есть руки с пальцами. Остались от лучших времён. И вот этими ловкими подвижными пальцами можно было кое-что делать. И не только в лесу. Можно, например, выковыривать моллюска из раковины. Можно прибрежный песок перебрать в поисках чего-то съедобного. Можно что-то мелкое взять в пальцы и хорошенько это рассмотреть. Можно что-то в руках растереть. Можно что-то хорошо помыть, почистить и так далее. Несладкая жизнь-то была. И вот тут случилось то, что ветка всё-таки оказалась в руке человека. Но здесь не ветка держала на себе человека, а человек держал ветку. Человек в своей руке держал ветку, и он мог её ломать и гнуть. И он мог аккуратно снять в неё все боковые веточки. У человека появилось Орудие. А дальше… Дальше дело времени. Большого времени. Огромного. Много столетий и тысячелетий прошло. Человек окреп. Человек стал Царём Природы. Но жил человек всё так же, всё так же. Он жил на низких берегах рек. Здесь просто удобно жить. С некоторыми животными он подружился и стал жить с ними вместе. Они, что называется, пришлись ему ко двору. Сами же они от человека получили защиту и уход. Со временем человек одомашнил Свинью, Осла, Лошадь, Овцу, Козу, Корову, Кошку, Собаку и Курицу. Кстати… Никто и никогда не изготавливал Собаку из каких-то других животных. Из Волка, например, или из Шакала и Лисицы. Волк есть Волк, а Шакал есть Шакал. Собака – совершенно самостоятельное животное. Совершенно самостоятельный вид животных. Просто из всего псового семейства человек подружился именно с Собакой. Да, Селекция, конечно. Но то животное, с которого началась Селекция, изначально уже было Собакой. И Собака подружилась с Человеком. Мы уже не раз говорили… Слово Собака есть слово русское. И оно есть чуточку сокращённое слово Собака. В одном изводе со словом Собака состоят другие русские слова, имеющие отношение к Собаке. Пёс, Щенок, Щербака, Пустобрёха и Пустогавка. Это от слов Гав и Гавкать. И даже нерусское слово Психика тоже имеет прямое отношение к слову Собака. Так же, как с Собакой, дело обстоит и с Коровой, и с Козой, и с Лошадью, и с другими домашними животными. Все они – результат длительной-длительной селекции, длительного накопления полезных свойств. Это очень удобно. Нигде не искать нужных животных, не гоняться за ними по лесам, да по полям, да по горам, а пасти их везде самим и ходить вместе с ними. Они всё время у тебя на виду, и за ними только нужно внимательно следить и им при случае помогать. Правда, ещё удобнее выращивать их прямо у себя во дворе, рядом с домом. И ведь даже Дракона приручил человек. Мы о Драконе и раньше как-то говорили. В предыдущих уроках Русской Школы Русского Языка Виталий Владимирович Сунтаков о нём кое-что уже рассказывал. Драконом по-русски называется Сообщество Любых Насекомых. Любых. В том числе Драконом называется и Сообщество Пчёл. Как и у разных животных, у разных Драконов есть свои собственные имена. Драконом Пчёл, например, называется Рой. А Дракон Саранчи по-русски называется Змей Горыныч. Да, тот самый сказочный наш Змей Горыныч исходно есть название Тучи Саранчи. Кстати, слово Саранча – вполне себе русское слово. В древности вся Земля к Востоку от Нулевого Меридиана считалась Тёмной Землёй, а к Западу она считалась Страной Света. Восточные страны считались Странами Тёмными, а страны Западные считали Странами Светлыми или Странами Просвещенными. Так, собственно, происходит и сегодня. Но только Нулевой Меридиан сейчас находится в другом месте – далеко на Западе. Вся Тёмная Земля называлась ещё по-другому. Она называлась примерно Кромеш. Отсюда у нас сейчас есть понятие Тьма Кромешная. От обратного чтения слова Кромеш с упрощением по правилам Саранча происходит слово Шарк, которое сейчас является словом арабским и которое в арабском языке означает Восток. А ещё со словом Саранча в одном изводе состоит слово Сарацин. Правда, сначала Сарацином называли только Зелёного Кузнечика с кривой саблей на конце его брюшка. А уже потом, вместе с ним, так стали называть очень похожую на него Саранчу… Нашествие Саранчи Сарацин – страшное бедствие для человека. И для земледельцев, и для скотоводов… Долгие века с ними бьются поколения людей. Но до сих пор нам по-настоящему справиться с ними так и не удалось… Кстати, у нашего Змеюшки Горыновича, как мы все с детства знаем, голов-то целых три. Одна его голова сжигает всё жарким огнём, вторая поливает всё бурной водой, а третья сметает всё буйным ветром. Вот этот буйный ветер Дракона и есть нашествие Саранчи. Земледельцев Змей Горыныч то дарил знойной засухой, то охаживал их поля потоками и потопами, а между ними сжирал с полей всё тучами Саранчи. Самый страшный и самый кровожадный зверь. Сколько смерти он принёс на нашу землю. Но во многом человек стал человеком именно в постоянной борьбе с Драконом Змеем Горынычем. Чтобы справиться с засухой и с пожарами, с наводнениями и потопами, с нашествиями Саранчи и голодом, нужно было проявить и ум, и силу, и выносливость, и смекалку. Нужны все силы, какие только есть. А каких сил и умений у человека не было, ему их пришлось приобрести. В наших сказках в борьбе со Змеем всегда побеждает Иван. И после этой его победы всегда начинается Весна. А в ночном небе, было такое время, вечно сражались друг с другом два Больших Созвездия, которые сейчас называются Созвездия Дракона и Созвездия Геркулеса. Весной, к лету, наверху оказывалось Созвездие Геркулеса. А осенью, к зиме, наверх взбирался Звёздный Дракон. То есть, весной верх одерживал Богатырь Иван, а осенью верх одерживал Дракон. И тогда начиналась Зима. Дело в том, что в древние времена всё небо вращалось не вокруг сегодняшней Полярной Звезды, а вокруг области неба, расположенной как раз между Созвездиями Дракона и Геркулеса. И ярких звёзд в этой области нет. По-русски эти Созвездия называются Богатырь Андрей и Змей Горыныч. А в далёкой Индии, они в далёкой древности назывались, соответственно, Бог Индра и Демон Вритра. Слова Андрей и Индра – есть слова одного Извода. В этом же Изводе состоят и нерусские слова Гендер и Андрос в значении мужской. А с приставкой Аль – слово Андрей превращается в слово Александр. И Александр – это второе новое имя Апостола Иоанна. Но это всё присказка. Не о Богах сейчас и не о Драконах. Хоть мы и поговорили о них немного. Речь сегодня идёт только о жизни человека после того, как он приручил многих животных и научился выращивать многие растения. Ведь вместе с тем, что человек подружился с животными, он ещё приручил многие садовые растения. Кое-какие огородные растения. И главное – он научился выращивать много разных колоссовых культур – пшеницу, рожь, ячмень, овёс. Человек научился делать хлеб. Кстати, и человек тоже – результат длительной многовековой селекции. Но человек выводил себя сам, без посторонней помощи. Он сам постоянно улучшал и улучшал свою породу. Своих мозгов хватало. И, конечно, он выводил себя не из обезьяны. Обезьяны ему для этого не понадобилось. Так же, как не понадобилось ему волки и шакалы для того, чтобы создать и сделать из них собаку. Правда, мы сейчас многого о строении Живого не знаем. Да и вообще, ни в каких формулах физики, химии, биологии, биофизики, биохимии никак не содержится то важнейшее обстоятельство, что на свете есть Материя Живая и есть Материя Неживая. А ясно говорит, что Жизнь есть одно из свойств Материи. Такой же, как, например, Масса, Заряд, Твёрдость, Прозрачность и так далее. И Жизнь, хотя бы капелюшечка-прикапелюшечка, содержится в любом теле, живом или неживом. Вот так, дорогие друзья, товарищи. Иногда приходится делать разные отступления для того, чтобы начать, наконец, говорить что-то дельное. Итак, лет пятьсот назад развитие человека и всего человеческого пришло к тому, что человек в основном живёт на низких берегах рек. Свой дом человек ставил поодаль от воды, так, чтобы в весенние и осенние разливы вода до него не доходила, не доставала. Вся территория, которая во время разливов реки, ею затапливается, по-русски называется Поле. Весной вода на Поле на какое-то время приходит, а затем отступает опять Краю Русла. Мы говорим – Весной вода затопила Поле, а потом с него ушла. Или – Весной вода нахлынула на Поле, а потом она с него схлынула. Слово Хлынуть есть сокращение более длинного слова. Оно состоит в одном изводе со словами Хлюпать, Хлебать, Хлябь и Расхлябанность. Хлябью называется Земля, очень сильно насыщенной водой. Вообще, это есть Жижа, очень мягкая Глина или Жидкая Глина, Жидкая Грязь. Когда мы идём по Расхлябанной земле, в неподходящей для этого обуви, в обувь попадёт вода с грязью. И мы тогда говорим – Вода в обуви Хлюпает, Ноги в воде Хлюпают. Слово Хлюп есть звукоподражание. Такие звуки издают ноги, когда идёшь по очень сырой земле. Хлюп, Хлюп, Хлюп. Так эти звуки слышит ухо русскоговорящего человека. А когда при ходьбе из такой грязи ногу вынимаешь, раздаётся звук, который в русском языке когда-то кем-то услышался и записался, как ЧАВК или ЧВАК или ЧАВАК. Слово ЧАВКАть тоже есть звукоподражание. Мы говорим – При ходьбе по грязи ноги чавкают. На поле у реки человек научился выращивать различные колоссовые растения – пшеницу, рожь, ячмень, овёс, роса. Здесь было очень удобно всё это выращивать. Весной с разливом река сама поливала поле и она вместе с поливом наносила на него свой Ил, который является очень хорошим удобрением земли. После того, как вода схлынет и земля немного подсохнет, её легко вспахать и засадить зёрнами какого-либо злака. Всё вместе – пшеница, рожь, ячмень, овёс и проса по-русски называются ЗЛАКАМИ. Слово ЗЛАК – слово РУССКОЕ. Русские слова ЗЛАК, ЗЕРНО, ЖЕЛТЫЙ и ЗОЛОТО – есть слова одного извода. Дело в том, что металл золота сначала находили в золотоносных реках в виде зёрен, похожих на зёрна пшеницы или ржи. Поэтому их так и называли зёрнами. Об этом уже рассказывал в одном из наших уроков Виталий Владимирович Сундаков. Зёрна золота в реках и спелые зёрна пшеницы и ржи, часто похожи друг на друга и по величине, и по форме, и по цвету. Кстати, на западноевропейских языках зёрна, содержащиеся в колосе, называются примерно СЕРИЯ или СЕРИАЛ. Слово СЕРИЯ имеет прямое отношение к слову ЗЕРНО. В каждом колосе серия зёрен. А ещё к слову ЗЕРНО имеют отношение слова ГРАНЬ, КРАНУЛА и ГРАМ. Масса всех зёрнышек в одном колосе пшеницы равняется примерно одному грамму. От слова Колос при обратном чтении его основы происходит нерусское слово примерно СпИКА. Словом СпИКА называется Колос на западных языках. А на греческом языке слово в значении Колос есть слово примерно Деметриака, которое происходит от слова СЕМЯ. Деметра у греков в древности была богиней плодородия и покровительницей земледелия. Поэтому на ночном небе созвездие Девы, которое по-гречески называется СОЗВЕЗДИЕ ДЕМЕТРЫ, изображают в виде девушки со снопами Колосьев Пшеницы в руках. А самая яркая звезда созвездия называется СпИКА. И, пожалуй, не удержусь, скажу. Слово ЗЕРНО на западных неславянских языках есть примерно ГРАНУМ – ГРАНУЛА или КОРН. И вот от этих названий происходит название Колоса, в котором они родятся. С этими словами связаны и название Колоса и название Меры Веса – ГРАМ. В старой грамматике слово, состоящее из букв, считалось Колосом, а САМИ БУКВЫ, считались его ЗЕРНАМИ, ГРАНУЛАМИ. Отсюда и связь между понятиями ГРАМ, как Мера Массы, и ГРАММАТИКА, как набор правил для составления слов и их использования. Обратите на это обстоятельство своё особое внимание, уважаемые друзья, как связаны друг с другом понятия из таких разных сфер жизни, через язык. С одной стороны, ГРАМ – Мера Веса, Мера Массы. С другой – Слово ГРАМАТИКА, ГРАМОТА, ГРАМОТНОСТЬ и ГРАМОТИЯ. С русскими словами ЗЛАК, ЗЕРНО, ЖЕЛТЫЙ и ЗОЛОТО состоит в одном изводе ещё одно русское слово – Слово ЖИТА. Житом называли в Центральной России и на Украине РОЖ. Либо вообще любой ХЛЕБНЫЙ ЗЛАК из ЯРОВЫХ. Овёс, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, ГРЯЧИХУ, а на Севере России так называли ЯЧМЕНЬ. Конечно, слово ЖИТА состоит в одном изводе со словом ЖИЗНЬ. Дело в том, что поясния – поле, которое пашут и на котором выращивают ЗЛАКИ, то есть ЖИТА, по телу человека соответствует его половым органам, то есть ЖИЗНИ. Мы в прошлом нашем двадцать седьмом уроке уже сказали, что слова ЖЕНА, ЕВА, ЖИВОЙ и ЖИЗНЬ – есть слова одного извода. Вот так. Весной река разлилась и затопила всю свою пойму. Этот разлив реки называется Половодье или Водополье. Названия Половодье и Водополье говорят не о пойме реки, а о затопляемых её полях, о воде на полях. Пойма реки почти всегда хорошо видна. Почти всегда хорошо видно, докуда доходит вода во время разливов. Пойма состоит из разных участков. Где-то растёт камыш, где-то галечник, где-то пески, а где-то ровные участки земли, на которых может что-нибудь расти. Вот эти вот участки земли и назывались Полями. Такой участок земли по-русски называется Пай, а не по-русски, по-восточному, он называется Бай. Полем также называют и незатопляемые или редко затопляемые земли, которые примыкают к паям на реке. На такие поля легко доставлять воду для полива в посева. Кроме весенних и осенних разливов, то есть весенних и осенних половодий, на реках случаются ещё и другие наводнения. Эти наводнения называются Паводки. Паводок – это разлив реки, не связанный с весной или осенью. Паводок может случиться в любое время весны, лета и осени. Ну, например, из-за какого-то обвала, или от какой-то запруды, или от сильных дождей, что бывает чаще всего. Вместе с тем, как человек приручил многих животных, он приручил и все эти Паи, Баи и Поля со всем, что на них росло. А из того, что на них росло, со временем, в результате длительной-длительной селекции, получились Пшеница, Рожь и Чмень. Слово Поле – есть слово Русское. Сейчас слово Поле заканчивается буквой Е. Но раньше там стояли другие буквы, в том числе и те, которых в современной нашей Азбуке сейчас нет. Слово Поле – есть сильное сокращение от исходного вида слова. И оно, конечно, одного извода со словом Пойма. Слово Земля – есть небольшое сокращение слова Зеймиля, которое можно читать и как Химиля. А слово Зеймиля, в свою очередь, есть сильное сокращение исходной основы. Слово Химиля состоит в одном изводе со словом Химия. Слово Жеймиля – есть слово Зеймиля или Химиля с передней приставкой Кон, которое может читаться, как мягкая буква Ш. Слово Пойма – есть сокращение по правилам слова Пожеймиля. То есть, Пойма есть низкая Жеймиля. А слово Поле – есть другое его сокращение. По телу человека Поле соответствует Половым органам. Поэтому со словом Поле в одном изводе состоит слово Пол. То есть, Мужской Пол и Женский Пол. К этому имеет отношение понятие Силовое Поле Физики. Например, Электрическое Поле, Магнитное Поле, Гравитационное Поле… Если сказать, что мужчина и женщина – это два противоположных заряда, то они в Силовом Поле своих зарядов друг к другу притягиваются… На всех славянских языках слово Поле так и есть примерно Поле. А в Балтославянских оно называется Лукас. И слово Лукас – одного извода с русским словом Луг. Лугом называется такое Поле, которое не пашут. И травы там всегда растут сами собой. На Лугах земледельцы пасли свой скот. Коровам и Овцам на Лугах было хорошо. И свобода здесь, и еда свежая, и вода близко. На западных немецких языках слово Поле есть примерно слово Фельд или Филд, а на романских Камп или Шамп. Полевые Грибы – по-французски Шампиньоны. Со словом Поле в одном изводе состоят слова Половина, Пойма, Подол, Подле, Полка, Полк, Полоодежды, Долина, Долго, Долгота, Длина, Площадь и нерусское слово Лац. Итак, Весной река разливается, и её воды затопляют её пойму. На полях потоки вод наносят Ил, который удобряет землю. Затем эту землю, это Поле пашут и засеивают каким-то злаком. После того, как всё посеянное взойдёт, вырастет и поспеет, его с Поля уберут. Такая уборка называется Жатва. После Жатвы на Поле остаются остатки Соломы и какие-то травы. Всё, что осталось на Поле после Жатвы, называется Хлам. Осенний разлив реки весь этот Хлам с Поля смывает, а весной, весенний разлив, бурная вода вновь наносит на Поле Ил. И вот этот Ил по-русски, по-другому, называется Шлам. И не по-русски, он тоже называется Шламом. Осенью Хлам, а весной Шлам. Слово Шлам есть слово Хлам с приставкой С. Человек научился не просто употреблять в пищу зёрна злаков. А ему удалось размалывать эти зёрна в муку и из этой муки готовить различные кушанья. После замешивания с водой, эта мука превращается в тесто, которое можно и варить, и парить, и жарить, и печь. Человек научился печь хлеб. Да, мы все знаем прекрасно, что и как можно из муки делать. Главное не это. Я не об этом хочу сказать. Это сейчас мы Хлебом называем Хлебные Булки. А раньше, в старину, Хлебом называли то, что сейчас мы бы, скорее всего, назвали Супом. Хлеб был густой или жидкой кашей, которую нужно было хлебать. И жидкая каша называлась Похлёбкой. Слово Хлеб есть сильное сокращение Исходной Основы. Буква Е в нём есть замена состава нескольких букв. Поэтому, в слове Хлеб, буква Е может быть и буквой Е, и буквой Ё. И вообще, слова Хлюпать, Хлебать, Хлипкий и Хлябь – все есть звукоподражания. И все они есть слова одного извода. Слово, примерно, Хлеб – есть звук, издаваемый языком и ртом при поедании пищи не очень жидкой. Примерно, Киселя. Отсюда выражение – За семь Вёрст Киселя хлебать. Потому что очень жидкая земля, то есть просто грязь, по-русски называется Кисель. Слово Кисель, как это не покажется вам странным, есть чтение слова очень близкого к слову Земля. Раньше, когда отрывалась подошва у туфли или ботинка, наши мамы и папы говорили – Ботинок Киселя просит. Или Ботинок Каши просит. Кстати, слово Суп тоже есть звукоподражание. Это есть звук, стягиваемый ртом жидкости из ложки. И слово Ложка – тоже одного извода со словами Хлеб, Хлебать и Похлёбка. … Одно из важных и, может быть, самых важных достижений человека в древности – он приручил колосовые растения. Вполне возможно, что это его самое важное достижение. Человек научился выращивать многие Колосовые растения. Научился из их зёрен делать муку. И научился из этой муки делать разнообразную еду. Хлеб и Молоко от Коровы или Козы стали самыми главными продуктами питания человека – жителей средних широт. Можно сказать, на Хлебе и Молоке человек стал Человеком. Слово Колос есть русское слово. Оно есть сокращение слова примерно Квёлаясь или Квёлайф, где последняя буква В есть не В, а буква Ижица. Вот я часто говорю Примерно, Примерно, Примерно. Говорю я так потому, что если говорить уж всё совсем точно, то наш рассказ превратится в доклад для узких профессионалов. Поэтому в нашем рассказе мы всё немножко упрощаем и опускаем излишние подробности. От слова Квёлайф с приставкой С происходит слово Хвёлайф, от которого и происходит слово Хлеб. Да, слово Хлеб, как я недавно сказал, есть звукоподражание. Но вот такое чудо – русский язык. Правила создания слов таковы, что, несмотря на подражание каким-то звукам, слова сделаны по особым, действующим для всех слов правилам. И вот тут я скажу вам, дорогие наши друзья, нечто очень и очень важное. От слова Колос происходит слово Хлеб. А от слова Хлеб происходит слово Цивилизация. И слово Человек происходит от слова Колос. То есть слова Колос и Человек есть слова Одного Извода. Таким образом, слова Человек и Цивилизация есть слова Одного Извода. Обратите внимание на это очень и очень важное обстоятельство. Слова Человек и Цивилизация – слова близкородственные, и смысл их связан с выращиванием Хлебных Злаков. И вообще слова Колос, Хлеб, Человек и Цивилия – все состоят в одном Изводе. И это несмотря на французский, например, язык. Человек потому и Человек, что он создал Цивилизацию. То есть он приручил многие Колосовые Растения. И одомашнил почти всех Животных, какие сейчас являются Домашними Животными. И на этом сегодня всё. До свидания. Всего вам хорошего. Делаем мы с вами, что должно делать. И ничего не боимся. Будьте здоровы. Дорогие друзья, если вас заинтересовали наши уроки, и вы хотите познакомиться с авторами всех, без исключения уроков Русской Школы Русского Языка, и лично задать им свои вопросы по истории, географии, а главное – по русскому языку, вы можете прийти к нам на открытый урок. Ближайший открытый урок состоится 21 апреля по адресу нашего института, город Москва, Ленинградский проспект, дом 7, строение 1. Для участия в уроке надо обязательно зарегистрироваться либо на нашем сайте, либо позвонив по телефону. Координаты вы найдёте под этим роликом. Увидимся. Будьте здоровы. Продолжение следует...